Добрый день, друзья! Сегодня поговорим опять про рассаду томатов. Я, как и обещала, я вам буду показывать все этапы, как я ее выращиваю. Прошло две недели с момента посева семян. На сегодняшний день рассада выглядит у нас вот так. То есть на всходах уже появились по одному-два настоящих листочка. И в это время я уже начинаю досыпать землю под свои всходики, для того, чтобы обязательно нарастить дополнительную корневую систему. Сама процедура очень легко и просто проводится. Берем горшочек. Если у нас здесь грунт влажный, то ничего дополнительно увлажнять не надо. И берем прям ложкой и досыпаем землю прям вдоль всего стволика. Насколько позволяет у нас стакан. Оставляем, конечно, немножечко сверху место, чтобы можно было потом поливать растение. Слегка вот так вот приминаем. И еще подсыпаем. Вот и весь процесс. Если грунт сухой, то немножечко сверху увлажняем. Буквально немножко, потому что переувлажнять нам растение не надо. Если мы будем сейчас слишком сильно и активно поливать, то у нас будет продолжать расти зеленая масса. А нам надо, чтобы у нас сейчас в первую очередь нарастали корешочки. Кстати, хочу обратиться к тем, кто выращивает рассаду в своей земле, в огородной. На первое время, пожалуйста, обратите внимание, потому что огородная земля, все-таки она довольно-таки плотная. А в сходике, посмотрите, какие они у нас нежные, тонкие, так же, как и корневая система. При выращивании рассада на начальных этапах в такой земле просто-напросто мы можем погубить наши сеянницы. Дело в том, что корень еще у растения слабый, а грунт тяжелый. И корни там развиваться очень сложно, и просто-напросто растение может погибнуть. Так же из-за этого очень часто бывает и черная ножка на всходах, потому что сверху после поливов особенно образуется плотная корка. Уже потом, когда вы будете досыпать грунт или пересаживать в новый грунт, уже тогда можете использовать свою землю. Но все равно в своей земле обязательно должны присутствовать разрыхлители. Это может быть песок, торф, вермикулит, перлит, кокосовый субстрат. Но очень много их существует. И обязательно также не забывайте, что в огородной земле нет никакого питания. Дело в том, что у вас же на ней уже летом росли какие-то культуры, и все соки они оттуда вытянули. Поэтому обязательно нужно дополнительное удобрение. Если вы любите минеральные подкормки, значит любой комплекс. Если вы приверженец природного земледелия, то это может быть зола, компост, ну в общем, что-то из такой серии. Если все-таки, конечно, вы предпочитаете свой грунт, то, пожалуйста, обязательно после полива, после каждого даже полива, обязательно рыхлите грунт, чтобы у нас не получалось вот эта сверху корка, не трескалась земля. Помогите нашим растениям хотя бы на начальном этапе. Ну, смотрите, они какие еще маленькие, крохотные. Просто бывает жалко ваш труд. Растите, растите, и потом сеянца ваша просто-напросто падает, погибает. А все-навсего из-за того, что тяжелый грунт и растение там задохнулось. Вообще выращивание рассады томатов вот очень увлекательное дело и, как оказалось, очень актуально. Очень много разной информации, очень много разных вопросов поступает. Вот в следующем видео я вам расскажу и объясню, почему я выращиваю рассаду именно вот с помощью досыпания земли без пикировки. Ну, вот в результате что должно получиться. То есть вдоль всего стволика, который мы засыпали землей, у нас будут нарастать дополнительные корешки. Еще немного информации не по теме. Мне здесь одна подписчица написала, что не получает уведомления о выходе моих новых роликов. Под каждым видео есть колокольчик, на который можно нажать, и все уведомления будут до вас благополучно доходить. Также можно нажать колокольчик, и нужно, при оформлении подписки. А на сегодня я с вами прощаюсь, друзья. Всем пока и до новых встреч.